Девушки отдыхают 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 и стала чемпионкой мира, насколько я знаю, абсолютной чемпионкой мира во всех версиях, которые возможны. Помимо, кстати, Натальи Рогозиной, также очень сильно ратовали за женский бокс и Наталья Карпович, которая в свое время провела международный турнир в Санкт-Петербурге, в котором приняло участие огромное количество иностранных спортсменок. И этот турнир также повлиял в положительную сторону на судьбу женского бокса. То есть многие девушки, которые занимались боксом на очень высоком уровне, старались помогать, поддерживать этот вид спорта, и благодаря их усилиям сейчас женский бокс включен в олимпийскую программу наравне с мужским. Это здорово. Друзья, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Мы сейчас эту тему немножко раскачаем, потому что вот один подписчик мой в ВК мне написал, что не женское это дело, все эти виды соревнований, что женщинам даже смотреть на них нельзя, слишком кровавое. Пожалуйста, напишите ваше мнение в WhatsApp по телефону 8-903-797-6333, 8-903-797-6333. 8-903-797-6333. Как вы относитесь к любым женским единоборствам? Почему этот вопрос очень актуален? Ну, сейчас эра UFC, и когда ты видишь, ну, не побоюсь этого слова, в мясо разбитую, красивую, да и неважно, может быть, и не очень красивую девушку, у тебя возникает вопрос. То есть настолько обесценивается женственность, женская красота. Что ты думаешь по этому поводу? Я бы добавила красивую или не очень. Некогда красивую. Некогда красивую. Подкорректированную. Когда-то, да, это было красиво. Ну, по поводу в целом, допустим, мне тоже сложно смотреть UFC, сложно смотреть, как девушки борются, потом падают и избивают друг друга, и когда лицо в крови, больно, и даже самой как-то немножко неприятно, вот, поэтому, ну, есть виды спорта, которые даже я с трудом смотрю. Вот, на мой взгляд, бокс очень эстетичный, красивый вид спорта. Если правильно применять мозг, интеллект боксерский, то, в принципе, можно и особо не пропускать удары, если, ну, опять-таки... Заслуженный мастер спорта сказал, можно не пропускать удары. Тебе ломали нос? Нет. Не ломали, но все-таки кровь, так или иначе, случалась. Ну, естественно, за столько лет занятий. Это же тоже не совсем про эстетику, про женственность. Ну, как сказать? Ну, сложно, потому что на сегодняшний день, вот, я смотрю на женскую сборную, вот, раньше, конечно, более девушки меньше ухаживали за собой в женском боксе, или у них было меньше возможностей это делать, потому что раньше, мне кажется, менее обеспеченные слои населения занимались больше в регионах, девчонки, в которых реально не было зарплат, не было возможностей финансовых, да. На сегодняшний день бокс очень популярный вид спорта, очень финансово обеспеченный вид спорта. И поэтому сейчас, когда смотришь на девушек, они очень красивые, очень ухоженные, и многие девушки... Но с фингалами. ...модельной внешности. Ну, фингал — это сопутствующий фактор. Хорошо, тогда, раз мы заговорили о денежной, финансовой составляющей, так как я в рамках этого проекта утверждал, утверждаю и буду утверждать, что раз у нас есть министерство спорта, то спорт для наших детей должен быть абсолютно бесплатным, при этом с очень хорошими, достойными зарплатами тренером. Достойная зарплата, ну, я думаю, что если это по Москве, все, что от 200 и выше тысяч рублей. Ну, мы живем сейчас в не самое бюджетное время, а при этом у меня была твоя коллега по Олимпийским играм Вера Базарова, фигуристка, и мы с ней обсуждали, собственно, фигурное катание, и некоторые мои знакомые, у которых дети занимаются фигурным катанием, просто мне дали калькуляцию, сколько они платят за ребенка в год со всеми экипировками, подкатками, подкачками, прочими сборами, постановкой программы. В год они тратят за детей миллион рублей. И на мой вопрос, почему, она сказала, в принципе, что, по сути, родители сами эту отрасль немножко избаловали, что она, а, престижна, ибо мои же дети будут зарабатывать на этом. Соответственно, вопрос, есть ли такая история в боксе, и вообще, сколько стоит сейчас заниматься боксом в России? Ну, на самом деле, бокс менее финансово затратный вид спорта, я бы сказала, практически финансово не затратный вид спорта, если его сравнивать с такими видами спорта, как фигурное катание, хоккей, футбол, вот. Мне кажется, у нас очень много спортивных школ, особенно в Москве, в Подмосковье, где дети занимаются абсолютно бесплатно. Единственное, что нужно сделать родителям, это приобрести экипировку. Зачастую даже спортивные школы сами выдают экипировку шлем, перчатки, вот, на первое время, пока родители не смогли приобрести. То есть у нас довольно-таки бюджетный вид спорта, вот, финансово малозатратный и, видимо, из-за этого менее популярный. Хотя сейчас, в последнее время, учитывая, насколько бокс везде рекламируется, и профессиональный бокс, и любительский, насколько тратится сил финансирования Федерации бокса России, то бокс становится более-менее уже популярным видом спорта. У нас и флешмобы проходят, и всевозможные мероприятия на центральных площадях разных городов. То есть, в принципе, мы стараемся двигать наш любимый вид спорта в массы, и многие дети приходят заниматься, если не для того, чтобы стать профессиональными спортсменами, то в начальной подготовке очень много детей, которые приходят для себя. Ты говоришь, школы бесплатные, это муниципальные школы, то есть за счет соответствующего региона? На сегодняшний день, допустим, в Москве, я не знаю, какая ситуация в Москве, в Москве четыре комплексные объединенные школы, это север, юг, запад, восток. В этих школах, в каждой из них, где-то внутри каждой, около пяти-шести спортивных школ самостоятельных, объединенных, допустим, в север или в юг, и там тоже преподают бокс, несколько тренеров в отделении, и все абсолютно бесплатно. Ну что ж, это хорошая новость. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок начал заниматься боксом, пожалуйста, вот оказывается большое количество бесплатных школ. Ну, что касается экипировки, я как тайский боксер могу сказать, что классическим боксерам повезло, ну, мягко говоря, в разы. У вас капа, шлем, винты, перчатки, ну, форма и боксерки. А у тайских боксеров еще накладки на голени, голеностопы, защита на колени, защита на локте. Короче, у нас чуть-чуть подороже. Ну и травмы, конечно, получают тайские боксеры более существенные. 8-903-797-6333, 8-903-797-6333. Задавайте ваши вопросы Софье Очигаве, заслуженному мастеру спорта по боксу и серебряному призеру Олимпийских игр в Лондоне. И напишите ваше мнение. Вообще, нужно ли девочкам, девушкам заниматься именно единоборствами? Вот как написала моя слушатель, гладиаторские бои не для женщин. Ну что это? Что за дискриминация? Дискриминация. Хотя, еще раз, вопрос эстетики, он тоже стоит достаточно остро. Ну, давай немножко лаконично. Твою историю, что это ты взяла и пошла в бокс? Что тебе? Вот у тебя сейчас, например, классическая прическа гимнаста. Как это называется? Пучок. Пучок. Пучок, кукасик, я знаю слово. Пучок. То есть ты сейчас вот так вот издалека идешь, такая художная гимнастка. Почему бокс? Причем ты же кикбоксингом занималась. Да, да, да. Тогда, кстати, кикбоксинг был очень-очень популярным видом спорта. Бокса еще не было. В секцию кикбоксинга дети с нашего двора толпами просто бежали. Очень всем нравилось. Человек по сто, наверное, занимался в секции. Одновременно причем. А вот наш школьный зал был полностью заполнен занимающимися. Ну, у меня получилось все очень просто. Папа с детства прививал мне с братом спорт, хотел, чтобы мы были спортсменами, так как у него у самого не получилось. Он занимался шахматами, мама ему запрещала заниматься спортом другим. Вот. И, конечно, он хотел, чтобы мы занимались спортом, были активными. Вот. Ну, в принципе, у него получилось. Он привил нам любовь к спорту. И мы с братом как-то самостоятельно пришли в бесплатную секцию, кстати, в бесплатную секцию кикбоксинга. Вот. Всем двором туда пришли. Нам всем очень понравилось. И мы еще так... То есть не местные к вам не заходили? Вообще боялись? Мы вообще... Нет, я имею в виду, что к вам во двор. Вас все боялись. Самое смешное, что собиралось... У нас было несколько домов. Вот. И мы все друг друга ждали, собирались. И все вот этой толпой шли в эту секцию. И обратно все так друг друга ждали, возвращались. Нам было лет по 10, по 11. Как-то вот у нас... Ну, еще от тренера многое зависит. Видимо, тренеру удалось как-то привить любовь тоже к занятиям. Ну, здорово. Слушай, а вот очень важный вопрос. Я понимаю, что родители сделали все правильно, привили любовь к спорту. Но все равно, когда ты занимаешься на таком уровне, то есть уже когда ты выступаешь на чемпионатах Европы, мира, ты двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Ну, то есть просто собрала все медали, какие только можно. Сейчас мы еще поговорим про следующую олимпиаду, на которую ты... Ну, ты не пошла ведь, да? Ты ушла в профессиональный бокс, мы об этом поговорим. После Лондона. Был момент, когда это было все в печенках, вот в буквальном понимании этого слова, когда ты не хотела заниматься, ты не хотела вставать на тренировке. Но это же адский труд. Это же 6-7 часов в день. Ну, как сказать, не знаю. У меня такого не было, что, ну, я не хочу заниматься. У меня скорее основной причиной, ну, проблем именно с желанием заниматься спортом было мое здоровье. То есть где-то не позволяло здоровье, вот, это безумно раздражало, потому что всегда хотелось заниматься, но там то колено травмируется, то какие-то еще проблемы со здоровьем, которые не позволяли заниматься. То есть такого, чтобы я не хотела заниматься спортом, у меня никогда не было. Ой, какой хороший вопрос задает наша слушательница Светлана. Здравствуйте. А в этом виде спорта не нарушается репродуктивное здоровье? Ну, насколько показывает статистика, большинство девушек имеет несколько детей, вот, поэтому, мне кажется, особо ничего не нарушается. Еще прочитаю сообщение. Владимир пишет. Нельзя девушкам драться. Согласна, драться не стоит. А боксировать можно? Ну, это же спорт. Ну, так он же такой дрочливый. Ну, вот мы и стараемся прививать спортсменкам, давать технические навыки, все остальное, чтобы это не казалось примитивной дракой, а было чем-то красивым, эстетическим видом спорта. Думаю, еще пишет наш слушатель, думаю, что как добро должно быть с кулаками, женственность тоже может быть с кулаками, как Лилу из пятого элемента. А еще в наше время есть необходимость в самообороне. Посещала как-то тренировку по боксу, мне очень понравилось, по скорости реакция обгоняла своих соперниц. Да, это не лишено смысла, но вот, как раз, вот, вот сейчас просто очень интересный момент. Я, когда готовился к эфиру, наткнулся на небольшой компромат о тебе. Я сейчас эти два, две темы как раз в одну соединю, ты поймешь, к чему, и вы поймете, к чему мои рассуждения. В общем, я совершенно случайно наткнулся на то, как ты участвовала в программе «Русский ниндзя». Есть такая программа на федеральном канале, где нужно пройти очень сложную полосу препятствий. И, ну уж извините, это можно легко найти в интернете. Софья Чигава запрыгнула, значит, на первую тумбу, мялась, 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 мялась. Нужно было перепрыгнуть через воду на вторую тумбу, расстояние небольшое. В результате ты сошла с дистанции, ты просто не продолжила выступать, да, и проходить. Хотя за тебя так болели, и у тебя красивая промо, там, боксер, ты рассказывала про свою самую главную соперницу. И вот, собственно, возвращаясь и к этому сообщению, и параллельно тебе вопрос. Одно дело научиться чему-то, другое дело это применить. Потому что вот эти навыки в жизни, их сложнее применить, нежели чем в рамках тренировки. Соответственно, и к тебе вопрос, почему человек, который всю жизнь занимается спортом, агрессивным видом спорта, ну, по сути, испугалась вот перепрыгнуть через пропасть? С водой, это важно. Ну, и врать ли у тебя водобоязнь? Ну, на самом деле, у меня с детства была такая история, что я вообще, ну, не боюсь людей. То есть людей, страха людей у меня никогда не было. И не важно там, кто передо мной стоит, а у меня всегда было ощущение, что, ну, если даже где-то у меня не получится человека победить, но у меня получится его убедить. То есть страха перед людьми у меня, ну, никогда не было, полностью отсутствовало. И когда я выходила в ринг или, неважно, любой бытовой конфликт, я всегда понимала, что найду ключ вот к этому человеку, потому что это такой же человек, как ты. И, возможно, или договориться, или что-то придумать. Вот. Что касается той тумбы, вот, у меня безумный страх высоты и падения. То есть я, если я где-то на высоте на какой-то, у меня начинает кружиться голова, и я прям чуть ли не теряю сознание. Вот. Когда мы проходили тренировку, она была какой-то, ну, такой, наверное, в разы менее сложной. Вот. И в более шуточной форме. Ох уж эти реалити-шоу, ток-шоу, везде обман. И мы со звездами телевидения, там, кино, как-то в шутку, что ли, это все проходили, и многое не получалось, но режиссеры убедили меня, что все нормально, не переживай, там все будет то же самое. И когда я прыгнула на первую тумбу, я посмотрела вниз, и мне стало так страшно, у меня затряслись ноги, и я поняла, что, ну, я потеряю сознание, наверное, скорее всего. И вот перебороть себя и сделать этот прыжок, ну, для меня было очень сложно. Я сказала ведущему, что давайте я прыгну в воду, вот. Еще у меня было несколько операций на колено, а учитывая свою антропологию, длину ног, я поняла, что, скорее всего, я не допрыгну, максимально. Не долечу. Вот. И так упаду в воду или травмирую свое дорогущее колено с двумя или с тремя операциями. Вот. Поняла, что, ну, как-то разум сыграл. Вот. Поняла, что это мне не особо нужно. Ну, то есть твои, по сути, бойцовские навыки, в том числе, которые, ну, спор же формируют характер, да, позволяют человеку, в том числе, абстрагироваться, они тебе здесь не помогли? Ну, в данной ситуации нет, потому что я смотрела до меня, как прыгали девушки, ни одна девушка не перепрыгнула эту ступень. То есть я проанализировала, что это нереально. По статистике, чисто статистически, ты бы не долетела. По сути, да. И там причем были легкоатлетки. Одна смогла перепрыгнуть первую ступень, на второй провалилась. Я просто подумала, что легкоатлетка с такими длинными красивыми ногами не смогла, ну, перепрыгнуть вторую ступень. Там потом пошла тяжелоатлетка, которая сразу провалилась. Со штангой, я так понимаю. По сути, да. Вот, и я поняла, что, ну, что, ну, особо вариантов нет. Вот, парни действительно перепрыгивали, у них получалось. Но, опять-таки, это физиология. Вот как раз, что касается, что женской физиологии, да, каким бы мы ни были сильными, там, тренированными, женщина есть женщина. По сути, вот, это и показало, что неважно, чемпионка мира или что. Ну, женщина есть женщина. Ну, кому-то не позволила длина ног перепрыгнуть, кому-то, ну, страх, как у меня. Поэтому, ну, что тут скажешь? Мужчины, они более предрасположены к таким испытаниям. Ну, может быть, тогда вернуться к сообщению, вот, нашего слушателя, что гимнастика, танцы, волейбол, другие, фигурное катание, вот это все женское, а бокс нет. Ну, женщины же в боксе соревнуются с женщинами, а не с мужчинами, вот. И русский ниндзя, в принципе, изначально как-то неправильно посыл был, что женщина должна показать такие же качества, как мужчина. Мы же на это не претендуем, мы же соревнуемся с женщинами. Ну, это тоже не лишено смысла. Сейчас будет рубрика «Молодец», буквально несколько секунд, поэтому мы к вам вернемся. Пока у вас есть, собственно, время задать вопрос Софье Чигаве, заслуженному мастеру спорта по боксу, по телефону 8 903-797-6333, 8 903-797-6333. Ну, и также вы можете задавать ваши вопросы в рамках трансляции на YouTube, официальный канал «Радио Серебряный дождь». Вот здесь задавайте ваши вопросы, эфир будет сохранен, потому что эфир будет очень интересным. Мы к вам сейчас вернемся. Молодец! Итак, 20-24, а это значит самое время ответить себе на вопрос. Почему я сегодня молодец? Так, что значит «ни почему»? «Ни почему» ответ не принимается. Обязательно нужно найти хотя бы три пункта. У вас получится, я знаю. И в эфире снова проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с спортом, фитнесом и здоровым образом жизни. Интерактивный проект. Но сегодня мы в рамках этого проекта говорим про бокс в студии Эдуард Каневский. А у меня в гостях заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер Олимпиады по боксу в Лондоне, Софья Чигава. Еще раз приветствую тебя. Друзья, задавайте ваши вопросы Софье Чигаве по телефону 8-903-797-6333. 8-903-797-6333. Какие у вас есть актуальные вопросы, связанные с данным видом спорта? А может быть, просто вам в первую очередь интересно, Софья, как личность, как человек, успешный человек. Ну все, Олимпийские игры. Ну это же просто для любого спортсмена, который занимался спортом хотя бы лет 5, это мечта. Попасть на Олимпиаду это уже в принципе счастье. А уж попасть в тройку, ну это же, ну это выдающийся результат. Тебе за это отдельное спасибо. Особенно учитывая, как троллят наших спортсменов. Вот, и вот до эфира хотелось бы немножко обсудить дальше твой путь, потому что ты не пошла на Рио. Почему ты не пошла на Рио? Почему ты пошла в профессиональный бокс? Возможно, потому что захотелось просто, ну, объективно больше зарабатывать? Ну, на самом деле нет. Просто после Лондона у меня началась череда травм, с которыми я особо не смогла справиться. На это еще наложился конфликт с тренерским штабом, потому что, когда ты любитель, ты должна постоянно быть в строю, показывать результат, 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 собственно, как машина. Ну, а в профессиональном боксе то же самое? Вот, ну, нет, там немножко другая история, и я в какой-то момент поняла, что давление со стороны плюс травмы, и, скорее всего, наверное, пора задуматься, что-то выбрать для себя более альтернативное. Вот, и в этот момент как раз поступило предложение поступать по профессионалам. А в профессиональном боксе всего один бой, к которому ты готовишься, выходишь в ринг. Ну, я шучу, конечно, в год примерно. В год от двух до четырех боев. Ты к ним готовишься, знаешь соперницу, там не надо прыгать. Что меня чуть-чуть убивало в любительском боксе. И после Олимпиады, мне было 25 лет, я все время думала, неужели мне все время придется прыгать? То есть в боксе же есть, ну, вот этот челнок, прыжковые движения вперед-назад. Мне как-то казалось, ну, 25 лет, а ты выходишь в ринг, начинаешь прыгать. Как-то это не по-взрослому. Вот, и действительно, ну, когда ты старше, хочется как-то, ну, выглядеть более серьезнее в ринге. И в профессиональном боксе, по сути, прыгать особо не надо. Двигаешься плотнее на ногах, все это смотрится более эстетически интересно. Вот, и учитывая все эти факторы, здоровье, конфликтную ситуацию с тренерским штабом, плюс, что в профессиональном боксе готовишься всего к одному бою, и не надо каждый день выходить снова в ринг, истощать свой организм, то я, соответственно, выбрала более для себя подходящий путь. А с точки зрения денег это было актуально? Потому что, ну, мы видим, как живут боксеры, которые летают на частных самолетах, на собственных самолетах. Это, наверное, не про российских. Вот так вот, голодают. Голодают. Ну, нет. Просто женский профессиональный бокс на тот момент не так хорошо был развит в плане финансовом, да и, в принципе, и сейчас это такая ниша, которую нужно развивать. Вот, и мы со своей стороны пытаемся сейчас развивать профессиональный бокс женский в России, и хоть это и очень сложно делать, но стараемся помогать девчонкам находить бои и реализовывать их уже после их любительской карьеры. У меня потом про карьеру будет еще один очень интересный вопрос. Я его задам после большого перерыва, который будет в 30 минут. Пока прочитаю очень интересное сообщение. Добрый вечер, Софья Эдуард. Здравствуйте. Софья, как думаете, Эдуарда сладите, ну, в смысле, нокаутируйте меня? Я даже не буду пытаться, вот честно. Я никогда не понимал, как можно даже в шутку, даже в спарринге работать с девушками, поэтому ушатает, я не против. Дальше. Никогда бы не сказал, что девушка с таким красивым, нежным и приятным голосом может быть настоящим боксером. Эфиры на радио с таким голосом можно голосом вести. То есть вам предлагают карьеру радиоведущей. Эдуард, спасибо за гостью, не за что. И вот еще очень хороший комментарий, это Макс из Москвы. А еще хотел спросить, почему фамилия как будто японская? На самом деле, с детства, я помню, я сидела за школьной партой, все время говорили, так, это учителя говорили, а так, Ачигава, это японская фамилия? Ну, я улыбалась, говорила, нет, грузинская. Помню, пару раз перепутали с китайской фамилией. То есть было весело. Ну, в общем, надо было идти в сумо. С такой фамилией только в сумо. Ну, пришлось бы набирать вес, так как генетически это не предрасположено. А хинкали? Да, хинкали очень люблю. Ну, об этом мы поговорим сразу после перерыва. Оставайтесь на радио «Серебряный дождь». Начнем со вторника. И снова здравствуйте. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано со спортом, фитнесом и здоровым образом жизни. В рамках этого проекта я, ваш фитнес-эксперт, отвечаю на ваши вопросы. И, а еще у меня бывают гости. И сегодня мы говорим про бокс с моей великолепной гостью, заслуженным мастером спорта. Боже, как это вкусно звучит, заслуженный мастер спорта. Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне по боксу Софья Ачагава. Софья, еще раз здравствуй. Ну, собственно, подключайтесь к нашей беседе. У нас не так много осталось до конца программы. Если у вас есть какие-то характерные для данной темы вопросы, задавайте их в WhatsApp по телефону 8-903-797-6333. 8-903-797-6333. И также на YouTube в рамках прямой трансляции, которая у нас сейчас идет. Все мои программы сохраняются у нас на YouTube-канале. Отдельная, соответственно, вкладочка. Начну со вторника. Я сейчас зачитаю несколько вопросов, и мы дальше уже вернемся к карьере боксера и нескольким очень интересным, я бы даже сказал, щепетильным моментом. Здравствуйте. Можно ли миниатюрной и хрупкой девушке заниматься единоборствами? Чтобы победить соперника в этом виде спорта, влияет ли рост и вес? Если ты визуально выглядишь слабее, меньше весишь и рост ниже? Ну, в боксе есть весовые категории. И каждый человек, во-первых, дети, у них есть возрастные категории. Разница всего год. Или того же года, или на год старше, или младше дети. И также делится на весовые категории. От 18 лет, 19-40. Это возраст, где уже один возраст, и только весовые категории делятся. Поэтому, в принципе, все довольно-таки просто. Не может быть такого, что 50-летний, допустим, ой, 50, господи, 50-килограммовый ребенок. Тоже вариант. Кстати, до 40 лет всего. Исполнилось 40, до свидания. И только потом, наверное, по ветеранам можно. Ну, вот, кстати говоря, по крайней мере, про женский бокс я этого не слышал. А вот про мужской бокс я это слышал. И сам, когда занимался в далеком 2000-каком-то там году классическим боксом на Щелковской в трудовых резервах. Даже у меня есть 7 боев, 3 победы, 3 поражения и одна ничего, как у меня есть бэкграунд. Это мне было 16 лет. Так вот, тогда и сейчас я знаю, что осталась проблема даже не то, чтобы коррупции в любительском боксе, даже в рамках открытых рингов, а в том, что абсолютно новичку могут поставить опытного спортсмена. И выдавая его за новичка. И что это прям целые школы этим грешат, с ними как-то там борются, но почему-то борьба не очень эффективна. Есть ли такое явление, что с этим делать? Ну, на самом деле сейчас это не очень практикуется, потому что это репутационная история. Если тренер неоднократно так себя ведет, то с этим тренером другие стараются не взаимодействовать. У нас в Москве мы знаем каждого тренера, знаем примерно, кто на что способен. И у нас чисто из уважения друг к другу такого недопустимо. Вот, поэтому все стараются по-честному говорить, как есть. Иногда бывает, что на открытых рингах кто-то из тренеров говорит сразу, что у него нет боев, но парень очень крепкий. Мы заранее предупреждаем, что парень крепкий, может ударить. Вот, чтобы ему не подставляли. Нет, бывает же так, что физиологически ребенок крепкий или молодой человек, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому заранее стараемся говорить, что действительно ребенок крепкий, и с ним надо ставить более опытного соперника. Ну, просто я вот недавно говорил с борцом, международником, и вот он говорил, что у нас, к сожалению, есть борьба на ковре, а есть борьба под ковром. То есть вот в борьбе до сих пор. Может быть, потому что такая конкуренция. Но он с Северного Кавказа. Понятно, что Северный Кавказ — это, я бы сказал, мег именно борьбы, вольной борьбы. И омолаживание спортсменов, да. Да, и омолаживание спортсменов. Но, может быть, с этим связано, да? Сорокалетний мужчина выступает все по юниорам, потому что пока он Россию не выиграет, он будет выступать по юниорам. Сначала стал чемпионом России, а потом чемпионом Дагестана. Причем это же не шутки, действительно такие есть истории. Но вот, к сожалению, то есть с этим сталкиваются. Может быть, не в Москве, а может быть, в регионах есть такая проблема, что дают заведомо сильного соперника под видом новичка. Ну, на сегодняшний день вот эта вот проблема, над которой мы немножко пошутили, что омолаживание или все остальное, сейчас это все в прошлом, так как у нас появились замечательные госуслуги. И уже не получается там паспорт переделать или что-то еще. Ну, это все истории там с начала 2000-х, когда еще было такое, что молодой человек с Кавказа приходит на взвешивание, ну, а он уже с бородой приходит на взвешивание к 13-14-летним ребятам, вот, и участвует в соревнованиях. То есть такого уже нет, это все в прошлом, вот, поэтому это уже огромный плюс, особенно для северо-кавказского региона. Это огромная победа. По поводу бородатых мужиков, и опять, у меня сегодня такие параллели, аллегории. Я очень много лет, ну, не побоюсь этого слова, топлю за наш спорт. У меня было большое количество олимпийских и чемпионов, и призеров. Я интервьюировал Алексея Немова и других, и, там, Дмитрия Берестова и так далее. Я очень сильно переживаю за наш спорт, особенно на мировой арене. Мне откровенно не нравится то, что творит МОК, которое превратилось, ну, в общем, не буду сейчас яркими эпитетами здесь бросаться, а то по шее получу. Но это ладно. Вопрос в чем? Вопрос в том, что многие спортсмены после окончания карьеры реально остаются за портом жизни. Ну, то есть вообще, чуть ли не еле концы с концами сводят. И вот, возвращаясь к бородатым мужикам, совсем недавно я посмотрел фильм, от которого был в диком восторге. Фильм, по-моему, в России официально, не знаю, будет он показан или нет, я воспользовался интернет-ресурсами. Фильм называется «Дом у дороги». Особенностью этого фильма является то, что в одной из главных ролей играет Конор Макгрегор. Бородатый мужик. Бородатый мужик. Потрясающий фильм, великолепно снят. Это изумительный такой саркастический юмор. Но, к чему я это говорю? Человек, который завершил карьеру спортсмена, подался в кинематограф, и получается у него это очень неплохо. В нашем случае, ну, я вот так вот сейчас даже не скажу, есть ли, например, спортсмены, которые смогли сделать карьеру в каких-то других направлениях и постасях жизни. Вот скажи, пожалуйста, ты как человек, который завершил любительскую карьеру, профессиональную карьеру, вот чем ты зарабатываешь и какой ты можешь дать совет тем, особенно родителям, которые реально надеются, что их дети им потом будут переносить дивиденды от того, что они занимаются футболом, хоккеем, художественной гимнастикой, фигурным катанием, боксом. Но ведь реально я знаю, что у родителей сейчас есть вот эта какая-то патология мозга, что мы ребенка отдаем, чтобы прокатило, а не потому, что ребенку нравится это или нет. Ну, на самом деле, это заведомо проигрышная история, когда родители думают, вот он талантливый, сейчас заработает и нас будет содержать. Ну, потому что ребенок может в каком-то определенном возрасте, во-первых, получить травму, во-вторых, обидеться на родителей и сказать, знаете, вы меня мучили всю жизнь, все, перестаю с вами общаться. То есть вот это вот вложение в будущее посредством своих детей, типа вот вклад, сейчас он станет чемпионом, это утопия. То есть нужно прислушиваться к своим детям, а не думать о том, что, ну, не преследовать меркантильные цели, что вот эта сейчас история нас озолотит. Это не так. Спорт не настолько прибыльная история, насколько может кому-то показаться. То есть зачастую, наоборот, родители платят, 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 и не всегда ребенок способен показать резюме. А процентов нет? Где проценты? Я тебя зачем отдал? Где проценты? К сожалению, да. То есть спорт — это не та история, где можно заработать огромное количество денег. Конор Макгрегор в этом плане огромный молодец. Он себя нашел, он себя прорекламировал. У него огромная харизма, высоте IQ и все эти способности. Вот сейчас высокий IQ, конечно, вот не сопоставляется с его образом. Ну а почему нет? Если человек настолько грамотно мыслит и думает наперед, и у него это получается, почему же нет? Ну, в общем, если вы хотите посмотреть, такой легкий спойлер, на ягодица Макгрегора, на весь экран, посмотрите фильм «Дом и дороги», потому что фильм действительно потрясающий. Английский юмор, скорее всего. Да-да-да. Но Макгрегор, кстати говоря, отчасти благодаря Макгрегору UFC получил такую популярность, потому что то, что он творил, то, что и... Причем уже он выдающийся спортсмен. Он выдающийся спортсмен, и какая подготовка. При условии, что он, извините, и подбухивал, не побоюсь этого слова, и очень часто прогуливал тренировки, в принципе, вырос в нищей семье. Красавчик. А вот скажи, пожалуйста, вот ты же очень много общаешься со спортсменами. Есть какая-то корреляция между изначальным уровнем жизни и упорством ребенка? Ну, то есть, чем беднее, с более низкого социального слоя он начинает, тем выше у него мотивация и больше достижения. Или ты знаешь примеры, где дети реально из богатых семей тоже становились выдающимися спортсменами? Ну, на самом деле, это сложнее, когда у ребенка все есть, добиться высоких результатов. Хотя я знаю примеры, когда у детей все стабильно, очень даже неплохо, но у них внутренняя мотивация доказать родителям, доказать себе, что они чего-то стоят. Но это единичный случай. В основном, конечно же, дети, у которых ничего нет, они борются, цепляются за каждую возможность, чтобы как-то чего-то достичь. Особенно, если ребенок откуда-то с региона, и тут за победу можно какое-то денежное вознаграждение получить. Это начинается целая битва, потому что дети действительно хотят жить хорошо и достичь чего-то. Поэтому это обосновано, что чем хуже живут, чем в более худших условиях, тем больше стремление детей. Меня поражает другое. Когда у ребенка нет ничего, и он безумно талантлив, но особо ни к чему не стремится. Это действительно удручает. Пример родителей? Скорее всего, да. Да, то есть вот это действительно удручает, когда у безумно талантливых детей, у которых вот с ходу все получается, к сожалению, нет желания как-то что-то делать. Ну, как в Яролаш про мальчика, да, который за сцену озвучивал всех, кто выступает, говорит, а ты почему не выходишь на сцену? Да я ее боюсь. Наверное, что ты из этой оперы. В общем, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок, например, реализовался в фигурном катании, перестаньте платить миллионы. Покупайте ему самые дешевые коньки, заливайте каток у себя на коробке, пусть там тренируется. Практически наверняка тогда он станет чемпионом. Зачем вы тратите столько денег? Хотя на самом деле вот в фигурном катании, ну, там без такого количества топ-занятий не обойтись. Кстати, в боксе тоже есть персональные тренировки, и они тоже стоят недешево, и сейчас большое количество клубов единоборств. Я исключительно поддерживаю эту историю. Там есть групповые уроки, которые стоят достаточно адекватных денег, но есть и персоналки. И я тебе могу сказать, что персональные тренировки стоят по Москве от трех до шести тысяч рублей в час, что тоже недешево. Но об этом мы поговорим с Софьей Очигавой сразу после небольшого перерыва. Так что задавайте ваши вопросы 8-903-797-6333 и оставайтесь на радио «Серебряный дождь». Начну со вторника. И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, спортом и здоровым образом жизни. У меня сегодня в гостях Софья Очигава, заслуженный мастер спорта по боксу, серебряный призер олимпийских игр в Лондоне и боксер-профессионал. Мы сегодня говорим о боксе. И вот тут сразу полетели вопросы. Так-так-так, сейчас Эдуард. Вот спасибо в очередной раз. Тоже считаю, что человек, ребенка, например, невозможно заставить. Но это не мое мнение, это мнение профессионального спортсмена, заслуженного мастерства спорта. Особенно если у него есть все. Ему же не надо ничего доказывать. И это деградация. Нужно хотеть, желать, болеть своим делом. И этому научить большое мастерство. Почему-то кунг-фу панда с пельмешками и вспомнился. Ну, кстати, он-то оказался талантливым спортсменом. И вообще-то он работал в лавке своего отца. Суперсекретный ингредиент суперсекретного ингредиента. Помним-помним. Вы знаете, это же такой, это не философский вопрос. Я сам, как тренер, работаю с подростками и часто наблюдаю, что подростки вообще ничего не хотят делать. Потому что они как раз живут, ну, знаете, действительно, как Будда в трех замках, и все у них есть. Это же вопрос воспитания. Мы же сами обесцениваем то, что дети должны хотеть заслужить. Так или иначе. Ждать этого сюрприза. Ну, может быть, я сейчас там покажусь неким снобом, но, например, я с детства дочке никогда не покупал все, что она хочет. Естественно, у меня есть возможность. Естественно, я сам вырос в 90-х, ничего не было. Но ребенок ждал. Вот если она что-то конкретно хотела, вот она писала письмо Деду Морозу и полгода ждала этот подарок. Ну, то есть это же элементарные вещи. Понятно, что мы хотим дать детям то, что чего не было у нас, но в результате это все дошло до очень такого гипертрофированного абсурда. Я думаю, кто-то со мной согласишься. То есть достаток – это хорошо, но правильное воспитание никто не отменял. Ну, на самом деле, есть еще одна проблема сейчас именно, чтобы дети занимались или увлекались профессиональным спортом. Они банально перегружены. Перегружены учебой, репетиторами. И зачастую детей настолько нагружают, что дважды в неделю поход в спортзал и уже в состоянии в таком полусонном для них уже победа. То есть на сегодняшний день, это мое мнение, что дети, они загружены информацией, школой, репетиторами, спортом. Естественно, им хочется… Чтобы выстрелило. Им просто хочется отдохнуть. И в этом плане я их тоже понимаю. У них мозг постоянно загруженный. И, естественно, уже не до спорта им. Хочется просто где-то в уголке посидеть, отдохнуть. Ну, вот это тоже, да, это интересное мнение. Я вот с этой точки зрения не анализировал, но действительно могу сказать по своему ребенку, что объем информации, который дается в школе… Ну, я человек с педагогическим, высшим педагогическим образованием, могу сказать, что действительно столько не нужно. Но опять, все-таки в наше время было больше кружков, секций. Просто вышел, зашел бесплатно, ты это все делаешь. А сейчас все-таки такого объема секций нет. И я хотел, чтобы ты немножко, буквально три минуты рассказала про свой благотворительный фонд, потому что то, что ты делаешь, действительно, как спортивный функционер, я же могу называть тебя так, это потрясающе. Расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле фонд есть, но он не благотворительный. Благотворительный фонд, насколько я знаю, это фонд, в который любой желающий, частное лицо может пожертвовать. Вот. У нас не такой фонд, а он, скорее всего, был сделан для того, чтобы мои друзья, предприниматели, те, кто меня хорошо знают, могли помогать детским мероприятиям, которые я организовываю. Зачастую жертвуют федерации, мои друзья, которые являются потом спонсорами этих мероприятий. То есть какие-то организации, чьих владельцев я хорошо знаю. Вот. Благотворительный фонд — это более такая широкая история, где каждый человек может что-то пожертвовать. У нас более узкая направленность. Многие, опять-таки повторюсь, что кто переводит денежные средства, они знают, на какое мероприятие они переводят, да, и сами с удовольствием приходят, вручают медали на этих мероприятиях и переживают за то, как оно пройдет. Большое тебе спасибо. К сожалению, эфир просто пролетел, как раунд за раундом на соревнованиях. У меня в гостях была Софья Чигава, заслуженный мастер спорта, серебряный призер олимпийских игр в Лондоне по боксу. Спасибо тебе большое, что пришла. И, конечно же, новых тебе побед в других направлениях. Спасибо большое. Всем пока.